Всем привет! В эфире «Универ Ньюз» студии Валерия Муратова. Итак, сегодня в выпуске. Открытие Марковниковского конгресса в Казани. Казанский университет посетила делегации из Туркменистана. Студенты КФУ приняли участие во Всероссийской киберспортивной студенческой лиге. В Казани состоялся Марковниковский конгресс по органической химии. Он стал площадкой для общения более 400 ученых из разных стран. В нем приняли участие всемирно известные химики-органики. Обо всем поподробнее в нашем следующем сюжете. 2019 год провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН Международным годом периодической таблицы химических элементов. В рамках этого года ЮНЕСКО утвержден комплекс важнейших мероприятий мирового масштаба. В перечень мероприятий входит им Марковниковский конгресс по органической химии. Конгресс проводится совместно с Казанским и Московским университетами. Президентами конгресса являются ректор Кафуэль Шадгафуров и ректор МГУ Виктор Садовничий. Конгресс приурочен к 150-летию открытия профессорам Казанского университета Владимира Марковникова в 1860 году, правило которой является классикой мировой химической науки. Открытие навсегда писало имя Владимира Васильевича Марковникова в историю мировой химической науки и почитается учеными наряду с другими именами величайших химиков со всего мира, о чем говорит, в принципе, и представительство сегодняшнего нашего мероприятия. Более 400 ученых из разных стран в течение нескольких дней будут обсуждать итоги развития органической химии за последние десятилетия, применение органических соединений в медицине, сельском хозяйстве, технике и материаловедении. Более 400 ученых, мировой химической науки, ресурс, футбол, Центр, Уссен Венг, Россия. Это просто удивительная возможность, чтобы узнать много людей здесь. Я не склоняюсь перед талантом Владимира Васильевича Варковникова, потому что он сделал такой мощный шаг в неизвестное. И за ним, как говорится, пошли практически все химики, занимающиеся органической химией. Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров подписал соглашение о сотрудничестве с Туркменским государственным институтом экономики и управления. Церемония прошла в присутствии президентов Татарстана и Туркменистана. А мы продолжаем. В рамках рабочего визита в Татарстан гости из Туркменистана посетили Высшую школу информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ. Подробности в следующем сюжете. 22 июня состоялся визит в Казанский университет представителей руководства из Туркменистана. Гости посетили Высшую школу информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ. Во встрече принял участие проректор по внешним связям Ленар Латыпов, познакомивший гостей со структурой и приоритетными направлениями развития Казанского университета, а также директор Высшей школы ИТИС Айрат Хасьянов, который провел презентацию Высшей школы информационных технологий и интеллектуальных систем. Гости также посетили лабораторию виртуальной реальности и разработки игр Digital Media Lab и лабораторию интеллектуальных робототехнических систем, экскурсию, по которой провел заведующий кафедры интеллектуальной робототехники Евгений Магит. Валерия Муратова, Ленар Довлетьяров, Универниус. Сборная Казанского федерального университета приняла участие во Всероссийской киберспортивной студенческой лиге. О результатах команды мы расскажем в следующем сюжете. Студент Казанского федерального университета Станислав Туркин занял третье место в дисциплине «Хардстоун» в рамках Всероссийской киберспортивной студенческой лиги. «Хардстоун» — это карточная игра. Тут ничего сложного вроде бы нет. Есть заклинания, есть существа. Нужно просто выигрывать героя соперника. Киберспорт — это соревнование по компьютерным играм, направление, которое развивается все больше и больше каждый год. Гранд-финал Всероссийской киберспортивной студенческой лиги прошел в Йота-арене в городе Москва. Сборная Казанского федерального университета стала одной из восьми команд, прошедших отбор. В состав сборной вошли 22 студента КФУ. Матчи лиги проходили по пяти дисциплинам, как командным, так и одиночным. Лига проводилась по олимпийской системе. Очки, набранные командами в каждой из дисциплин, суммировались, и их количество определяло победителей. Сборная КФУ заняла шестое место в общем зачете. Игрок в Хардстоун Станислав Туркин добился наилучшего результата в сборной, заняв третье место в своей дисциплине. Конечно же, первое хотел бы занять, но мои цели были минимум третье место, так что я выполнял довольный своей игрой. Напомним, что сборная Казанского федерального университета уже принимала участие во Всероссийской киберспортивной студенческой лиге. В 2017 году они заняли третье место в общем зачете. По сравнению с прошлыми годами у нас составы очень сильно изменились, потому что многие игроки выпустились из университета, и там были сильные игроки. Вот сейчас составы очень сильно поменялись и как-то недоработали что ли с новыми составами. Артем Тупичкин, Виолетта Басова, Универ Ньюс. 21 июня президент России Владимир Путин издал указ о запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля. Позже запрет распространился и на грузинских перевозчиков, выполняющих рейсы в Россию. О том, с чем это связано и какие мнения существуют на этот счет, мы узнаем в следующем сюжете. Многотысячные протесты в Тбилиси начались в четверг 20 июня. После того, как на Межпарламентской Ассамблее Православия в столице Грузии депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов по приглашению организаторов сел на место спикера парламента страны. Грузия пригласила Межпарламентскую Ассамблею Православия к себе в парламент. Эта организация существует давно, с 1993 года. Там 27 православных государств и периодически проходят заседания в разных странах. Президентом является россиянин с прошлого года, когда его избрали Сергей Гаврилов из думской фракции КПРФ. По словам самого Сергея Гаврилова, просьба сесть в президиум соответствовала протоколу Ассамблеи. Однако она вызвала волну возмущения сначала у оппозиционных депутатов грузинского парламента, а потом и у жителей столицы. На митингах звучали оскорбления в адресы российских властей и требования отставки высоких чиновников. Сначала сообщалось о 70 пострадавших, теперь почти о 300. В связи с акциями протеста в Тбилиси Владимир Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию. Эта мера начнет действовать с 8 июля. А 22 июня в Минтрансе РФ сообщили, что с этого же времени будут остановлены и полеты в РФ грузинских авиакомпаний. Эта новость вызвала среди россиян неоднозначную реакцию. У нас компания 21 человек. Запланировали мы в марте еще все. Вы купили билеты, соответственно оплатили отель, потому что у нас там надо было сразу же оплачивать. Ну и соответственно ждали вылета. И вот пятница у нас. Был шок, когда отменили перелеты все. Деньги, не знаю, когда вернуты, никаких сообщений от авиакомпании не было. А отель у нас остался проплочный. То есть мы сейчас в такой ситуации, что решаем, как мы все-таки будем играться на Грузию. Однако доцент кафедры международных отношений, мировой политики и дипломатиков У Альберт Белоглазов считает, что россиянам лучше пока предостеречься от поездок в Грузию. На мой взгляд, эта ситуация правильная. То есть то, что правительство России, ну лично президент, недолго думали, а буквально в течение первых же суток ответили достаточно жестко, эффективно и при этом асимметрично. Но вот это говорит о том, что Россия наконец научит защищать своих граждан и демонстрировать это публично. Тем не менее, ехать этим летом в Грузию или нет – личный вопрос отдельного отдыхающего. Определенные риски, связанные с этим, конечно, есть. Но все другие пути сообщения с республикой закрыты не были. По крайней мере, пока. Камиль Гемоздинов, Универньюз. На этом наш выпуск подошел к концу. Еще увидимся.